Когда снесут или уже достроят? Этот вопрос возникает у каждого, кто видит дом на Урицкого, 19. Пример неудачной точечной застройки. Пристройка к зданию уперлась в другую новостройку. Нет парковок и детской площадки, да и на верхних этажах есть конструктивные нарушения. Баталии продолжаются уже больше 20 лет, а сегодня на место прибыли эксперты Общероссийского народного фронта. Сдвинется ли эта история с мертвой точки, выяснила Ксения Петренко. В народе этот район называют тихий центр, но для жителей домов на Щетинкино и Урицкого жизнь стала совсем не тихой. Все началось еще 20 лет назад, когда на этом месте решили возвести пристройку. Этот дом, если подключат, это будет еще усиление на водоснабжение. Кроме всего прочего, вы посмотрите на вот эту стену, которую выдавило. Ее просто выдавило. Уберите, и это все свалится к нам во двор. Это нам надо? Это нам не надо. Этот дом, кто тут будет жить, где непонятно. Здесь ни стоянки, ни детской площадки. В 2005 году стройка остановилась. И в этот период по адресу Урицкого, 21, другой застройщик возвел 16-этажный дом. В 2007-м его уже сдали в эксплуатацию, а вот работу над пристройкой возобновили только через три года. Застройщик поменял проект, увеличил здание до 13 этажей без учета цоколя и технического этажа. Строительство возобновили, а в августе 2013 года дом неожиданно уперся в балкон квартиры на 14-м этаже соседнего дома. Чем наш дом мешает? Если 21-й дом накренился на 28-й, 28-й в аварийном состоянии. А вы еще своим потолкнули, да? Мы своим не потолкнули. У нас между нашими домами там полтора-два метра. А где по городостроительным нормам полтора-два метра? С чего вообще 21-й дом туда влез-то? Хозяин квартиры в балкон, который уперлась пристройка, обратился в суд и как итог стройку снова остановили. В ходе другого судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая показала, на трех верхних этажах пристройки есть неустранимые нарушения. Суд постановил снести верхние этажи до 11-го, но застройщик этого не делает. Мы на депутатской комиссии и выезд организовали депутатов на этот объект, чтобы определиться, как поступать. Да, объект со старой историей. Как поступать? Варианта на самом деле два. Либо его сносить и компенсацию выплачивать за стройку. Либо достраивать. Вот у нас решение депутатов на округе в итоге состоялось, что давайте найдем вариант достроить. Ну решение такое приняли, но при условии, когда будут решены все... Это в 16-м году? Это в 18-19-е уже годы. То есть уже в суды шли. Этот долгострой привлек внимание федеральных властей. Главный эксперт страны по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина лично приехала разобраться в истории. Недоумевает, как вообще могла возникнуть такая абсурдная ситуация. Когда доллары в глазах, каждое место в центре города – это лакомый кусок. И о людях совесть забыли все. Вы уж меня извините, но чтобы беречь вот такую махину, зона застройки здесь тоже была всю жизнь не 12-этажной. Как получили разрешение, будет разбираться Следственный комитет Российской Федерации вместе с Генеральной прокуратурой. Чтобы закончить строительство застройщику, нужно, чтобы мэрия прямо нарушила градостроительный кодекс и разрешила, чтобы дома стояли вообще впритык друг к другу. Все документы и отчеты будут разбирать завтра на совещании. Кроме того, решения по этому объекту будут приняты после проверок. Через три недели. Ксения Петренко, Евгений Агеев. Новости ОТС.